МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Алгоритм действий. В ближайшее время в Республику поступят более тысячи в доз вакцин от коронавирусной инфекции. Болеть стали меньше. Ученики 9-11 классов Чебоксара и Новочебоксарска вернулись в запарты. Гусли и перезвон чудесные. В Чебоксарах прошел всероссийский фестиваль, посвященный столетию образования Чувашской автономной области. О поддержке сразу нескольких категорий жителей говорили сегодня на совещании в Доме правительства. Социальное самочувствие граждан, помощь в решении их проблем в приоритете у органов власти. Сложная эпидемиологическая обстановка и карантинные меры серьезно ударили по малому и среднему бизнесу. Сегодня почти треть занятого населения Республики – это предприниматели, около 20%. Некоторым пришлось закрыться, работу стали искать как владельцы, так и их работники. Многие ушли на самозанятость. Число таких в 2020 году увеличилось в Республике в три раза. Встал вопрос о том, как сохранить реальный сектор экономики. В целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства необходимо продолжить по оказанию господдержки субъекта малого предпринимательства. На сегодня предпринимаются меры оказания поддержки через систему единого окна. Это в центре «Мой бизнес», где сосредоточены все институты развития. Вторая категория нуждающихся в поддержке государства – это люди с ограниченными возможностями здоровья. В текущем году регион прошел конкурсный отбор среди субъектов Российской Федерации, по итогам которого в 2023 году республика получит свыше 20 миллионов рублей на приобретение реабилитационного оборудования. Такая работа ведется постоянно. В этом году реабилитационный центр для детей в Чебоксарах получил уникальный детский комплекс, который позволяет восстанавливать и прививать навыки ходьбы у детей и подростков. Было закуплено и другое оборудование. Оборудование для кабинета Монте-Сори педагогики, оборудование для логопедических кабинетов предоставлялось именно в рамках грантовой поддержки. И отдельно оборудовали целый кабинет для обучения и социальной адаптации инвалидов в обществе обучения их правилам дорожного движения. Такой комплексный подход к реабилитации помогает пациентам быстрее восстановить не только здоровье, но и адаптироваться в обществе. Ольга Семенов, Николай Скворцов, Республика. Взятый в стране курс на цифровизацию экономики выявил серьезную проблему. Нехватка квалифицированных кадров в сфере IT-технологий. Какой есть выход из сложившейся ситуации, обсудили на совещании с участием представителей предприятий высших учебных заведений. Для успешной работы промышленного комплекса необходимо, чтобы на рынок труда ежегодно выходило от 150 до 300 специалистов. Однако, оканчивая профильные факультеты, большинство молодых людей сразу же стремится в большие города. Наша талантливая молодежь весьма востребована. Многие выпускники работают даже за границей. Нам бы хотелось, чтобы и лучшие выпускники школ Чебоксар, они поступали учиться именно в чебоксарские вузы, и потом оставались работать на наших предприятиях, и тем самым помогали развивать нашу отрасль. Если бы, скажем, родители выпускников школ посетили наши предприятия и внимательно посмотрели, в каких условиях будут работать их дети, я думаю, вот этот момент сыграл бы важную роль при выборе специальности. Профориентация со школьной скамьи – особое направление работы. Экскурсии на предприятия, в IT-компании помогают ребятам понять всю важность цифровизации в экономике. Не менее важные проблемы – квалифицированные педагогические кадры по информатике. Их явно не хватает. Должна быть целевая поддержка, и предприятия IT-кластера с этим согласны, были инициаторы, более того, поддержки двойной многофункциональной финансирования, оклад преподавателя, стимулирующую набавку университета и доплата кластера тому специалиста, которого они направляют для обучения спецкурсов. Необходим единый подход к решению этой многофункциональной задачи. Все предложения по подготовке квалифицированных кадров для цифровой экономики объединят в единую систему. Ее выполнение будет контролировать правительство республики. Ольга Семенова, Георгий Кривошин, Республика. Ушел из жизни бывший градоначальник Чебоксара Анатолий Игумнов. Он руководил столицей с 1995 по 2002 годы. Такие люди, как комета Галея, появляются редко, а остаются в памяти навсегда. Анатолий Игумнов собрал команду, в которой все были кометами разной степени яркости. Поэтому город смог пережить очень сложный период. В начале его работы в Чебоксарах были огромные долги по зарплате и детским пособиям. Людям нечем было платить за квартиру и не на что покупать еду. Администрации Чебоксар приходилось выстраивать сложные многоступенчатые схемы, чтобы обеспечить людям возможность более-менее нормально жить. При этом даже в те трудные годы ни один проект не был сорван. Имя Игумнова всегда будет ассоциироваться с дорогой к храму. Масштабная реконструкция была проведена в короткие сроки и бывшее болото превратилось в предмет нашей гордости. Кроме залива в те годы вернули к жизни стадион «Спартак». Построили развязку на Гражданской, начали развивать заволжье. Все это при личном участии и под неусыпным контролем мэра. Он мог устроить рейд по ночному городу, а всем утра раздать поручения, которые надлежало выполнить немедленно. И все знали, Сыгумновым шутки плохи. Он был скуп на эмоции. Не фотографировался с детишками, не переводил старушек через дорогу, но именно они всегда чувствовали его участие и заботу. Детский медицинский центр, обновленный парк Николаева, Центры социальной помощи. Все это появилось во многом благодаря Анатолию Александровичу. Его любили жители, ценили коллеги, уважали журналисты. Он всегда был предельно честен и не старался произвести впечатление. Но разве что всего раз, когда пролетел над Чебоксарами в команде русских «Витязей». Этот полет всем запомнился надолго. Ведь и сегодня немного есть в России городов, чьи мэры участвовали в демонстрациях высшего пилотажа. А Наш Игумнов участвовал. И сейчас он, как настоящий летчик, опять поднялся в небо. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, «Республика». 65 обманутых дольщиков в Чувашии после пятилетнего ожидания могут получить долгожданные квартиры. Позиция 6 по улице Гражданская в Чебоксарах – это первый дом в республике, который после банкротства застройщика достраивается с помощью средств Федерального фонда защиты прав дольщиков. Строительная инспекция вышла на финишную прямую по обследованию объекта, чтобы составить метод для завершения стройки и пройти госэкспертизу. А представители власти вместе с жильцами контролируют ситуацию и периодически встречаются на месте замерзшей стройки. Когда мы покупали эту квартиру, у нас уже четвертый этаж строился, уже пятый начали с одного конца строить. Ну, что так быстро, думаю, одноподездный дом. Всякие, конечно, моменты были, переживания. И столько времени мы тратили, по инстанциям бегали. А сейчас где живете? С детьми. В 16-м году хотели заселиться. Вот уже столько лет ждем. Ждем. Ну, теперь верить остается, что в июне от 21-го года говорят, что сдаем. После того, как застройщик Кротон-строй не выполнил свои обязательства и обанкротился, жильцам пришлось решать не только, где жить все это время, но и общими усилиями присматривать за недостроенным домом на Гражданской. Приобрел квартиру в районе Новогорода, вынужден был взять ипотеку. У меня семья, ребенок, пока живу там. Мы устали ждать. Много усилий было потрачено на это. Много нервов, да. Много средств было потрачено на личные средства. Мы вот, например, в нижнем этаже сами, своими силами, закрывали профлистами, чтобы никто туда не залезал. Потому что уже были моменты, да, когда мы видели, здесь вот газель подъезжала, да, и что-то грузили. Шум там, болгарка было слышно даже. Сейчас, когда долгострой официально передан новому застройщику, фонду необходимо провести большую работу. Степень готовности дома на данный момент составляет около 60%. По оценке экспертов уже понятно, что кровлю здания придется заменить, поставить новые окна, потому что эти не подходят по стандартам. Из-за изменений в законодательстве необходимо переделать проект по очистным сооружениям. А парковку и вовсе придется проектировать заново. Сегодня у нас проектировщики в основном все работы завершают. Практически много разделов уже сделано, проектная документация. Остается несколько разделов, которые в течение декабря месяца мы планируем все завершить. Соответственно, наша задача в январе получить положительное заключение госэкспертизы и с учетом этого объявить торги на отбор подрядной организации, которая будет завершать строительно-монтажные работы на объекте. Сдать долгожданные квартиры жильцам фонд защиты прав дольщиков планируют летом следующего года. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. В завершение финансового года глава Республики встретился с отраслевыми министрами и руководством управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике. Причина очевидна. Сколько недополучил бюджет по Республике по налоговым сборам, как чувствует себя бизнес-сообщество в период ограничительных мер, а главное, что надо предпринять правительству еще, чтобы сохранить стабильность в экономике. Министры рассказали, как чувствуют себя подведомственные им организации, какие меры поддержки они получили. В налоговике о том, каким непростым был в уходящем году процесс сбора налоговых отчислений. Республиканская казна понесла определенные потери, но все же в этой ситуации, считает глава Республики, бизнес надо поддержать. Ведь от его работы зависит развитие социальной сферы и самочувствие граждан. Мы с вами должны создавать благоприятные услуги для развития предпринимательской идеи, счастливее поддерживать эти идеи таким образом, чтобы каждый бизнес-сидение находило соответствующую поддержку и имело возможность развиться. А это, несомненно, хороший залог для того, чтобы достичь национальной цели. В этом году было сделано немало. Предпринимателям были оказаны беспрецедентные меры поддержки. Они коснулись сроков перечисления налогов, арендной платы, льготных кредитов на выплату заработной платы. Для адресной работы был создан Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности. На встречу обсудили и планы на ближайшую перспективу, предложения от бизнесменов. Принятие многих решений будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Сегодня ученики 9-11 классов Чебоксары Новочебоксарского возобновили учебу за школьными партами. Такое решение было принято на последнем заседании оперативного штаба республики. Напомним, дистанционное обучение длилось две недели, чтобы остановить рост заболевших. Помогло ли это сохранить здоровье ребята, не повлияло ли на уровень знаний, об этом в нашем материале. Возвращению в школу рады все. Помимо личных контактов и бесед с учителями, это еще и встречи с одноклассниками. Алексей Лазарев, ученик 10-го класса Чебоксарской школы номер 65, собирается стать программистом. В составе команды школы он прошел второй тур Всероссийской инженерной олимпиады. Ему, как и остальным ребятам, сейчас очень нужна помощь педагогов. Это повысит шансы на победу. Более качественным, мне кажется, образование очно в школе. Когда ты в любой момент можешь подойти к учителям, задать интересующий тебя вопрос. В домашних условиях нельзя проводить такие уроки. Лабораторные работы проводятся в школе со всем необходимым оборудованием. Второй заход на дистанционное обучение сами учителя пережили уже спокойнее. Были сложности, потому что уроки проводились и в очном, и в дистанционном режиме. Приходилось перестраиваться. Сначала ведешь один урок очный, потом бежишь, настраиваешь оболочки дистанционно. Поэтому в этом плане сложно было. В условиях нашей школы мы все равно были, как бы, получалось у нас хорошо, потому что возможностей у нас было больше в школе. И электронные доски, панели, и компьютеры, и микрофоны, и камеры. Поэтому, думаю, что мы мобилизовали все свои силы. Дистанционно в двух городах проучились более 4 тысяч учеников. Эффект в плане предупреждения заболеваний оказался ожидаемым. Динамика заболевших детей показала, что снижение произошло практически в два раза. То есть со 127 обучающихся до 67 человек. Поэтому было принято решение о том, что с этого понедельника все ученики у нас переходят на очное обучение. К тому же очное обучение, оно в любом случае лучше, чем заочное. Ученики с пониманием относятся к вынужденным решениям. Но очная учеба все же побеждает. Я считаю, что эффективнее намного очное образование, потому что все-таки мы привыкли к этому. Но дистанционное обучение тоже возможно. Особенно в такой непросто период. Студенты средних, специальных и высших учебных заведений Республики пока еще учатся дистанционно. Когда они вернутся в родные стены, покажут итоги недели. Ольга Алексеева, Сергей Копеев, Республика. В ближайшее время в Республику поступят более тысячи доз вакцин от новой коронавирусной инфекции. Каков будет алгоритм прививочной кампании в нашем сюжете? Вакцинацию от коронавирусной инфекции в первую очередь проведут медицинским работникам, учителям и лицам, страдающим хроническими инфекционными заболеваниями. В период обострения острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострения хронических заболеваний, вакцинацию мы обычно не проводим. Дожидаемся полного выздоровления и после этого начинаем вакцинацию. Кроме этого, вакцинация от коронавирусной инфекции не разрешается беременным, в период грудного вскармливания и детям до 18 лет. Как правило, вакцину вводят в два этапа. После первой прививки должно пройти три недели. В прошлом месяце в городской клинической больнице номер один прививку получили два сотрудника. Я решил, что все-таки нужно делать прививку. Во-первых, обезопасить себя. Во-вторых, обезопасить своих родных и близких, которые меня окружают. Первый компонент вакцины я сделал 9 ноября. То есть вакцинация прошла, в принципе, для меня безболезненно. Никаких клинических проявлений я на себе не ощутил. Второй компонент вакцины я сделал 2 декабря. В принципе, вакцинация также прошла безболезненно. Никаких клинических проявлений у меня не было. Вот, в принципе, я сейчас на той стадии, когда готовлю сдать повторные анализы на иммуноглобулины. Перенесла вакцину хорошо. Считаю, что вакцину делать надо. Я, как многодетная мама, в первую очередь, думаю, думала о своих детях, о том, что я могу принести вирус домой, изразить их. Поэтому сомнений в том, делать прививку или нет, у меня не было. И своим примером хотела показать, что бояться прививки не надо. Перед вакцинацией врач-терапевт обязательно осматривает пациента, выясняет жалобы и только после этого дает допуск к прививке. После процедуры врач постоянно находится на связи с пациентом. Все медицинские работники, которые будут задействованы в вакцинации, они обучены и готовы к началу проведения вакцинации. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Однако иммунная защита в организме формируется не сразу. Поэтому необходимо соблюдать все меры защиты, избегать места скопления людей, носить маски, перчатки и заботиться о личной гигиене. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. В осенне-зимний сезон все мы становимся постоянными посетителями аптек. В этом году по понятным причинам поводов стало больше. На повышенный спрос фармацевтический рынок отреагировал не только ростом цен, но и перебоями в поставках. Активисты народного контроля проверили наличие в столичных аптеках жизненно важных лекарств. «Днем с огнем не сыщешь» – так отзывается о ситуации чебоксарец Алексей Алексеевич. В поисках нужных лекарств он после лечения в стационаре обошел несколько аптечных пунктов, но так и не нашел, не говоря уж о ценах. «Цены ли я? Повышенные, да, да, да. Орбидол я, так, мне пять лет назад взял. Он 20 капсул в год, 600 рублей или 650 стоил был. Он так не должен стоять. Сейчас и не найдешь, звонишь и не найдешь их. Вот меня выпустили сейчас, пароль лекарств я не мог найти». Перебои в поставках единодушно отмечают и другие посетители аптек. «Внучке надо было сейчас, и я поэтому пришла. Лишь лежащая третья аптека». «Вот у меня две маленькие внучки, витамин Д3, их в продаже исчез полностью. Его искали, ездим везде, всюду. Понадобились для инъекции витамины В6. Обзвонила несколько аптек и нашла только в северо-западном районе. Лекарства, конечно, дорогие. И хожу вечно, вот ищу, где бы только подешевле. Пусть несчастный рубль, но все-таки дешевле». Такие жалобы и стали поводом для очередного рейда. Депутаты Чебоксарского городского собрания и члены народного контроля проверили три аптеки по Игерскому бульвару. «Мы хотим посмотреть наличие жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». «Коронавир», «Афимавир», но его в наличии нету, да? Лишь в одной из трех проверенных аптек оказался полный список лекарств. В их числе и дефицитный ареплевир. Но, увы, цена на лекарства против вирусной инфекции явно завышена. Хотя спрос рождает предложение, и законы рынка никто не отменял. Но все же речь идет о здоровье людей. «В те аптеки, которые действительно, значит, есть большие и грубейшие нарушения, не только в рамках этого распоряжения, а в целом, мы, наверное, будем готовить письмо». Кроме того, в ходе рейда депутаты и представители народного контроля посмотрели, есть ли в аптеках информационный материал о соблюдении масочного режима, разметки для соблюдения социальной дистанции, средства для дезинфекции рук, маски и перчатки. Результаты проверки активиста доведут до сведений Минздрава Чувашии. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика. Международный день добровольцев отметили по всей стране, в том числе и в Чувашии. Глава Республики встретился с лидерами волонтерского центра столицы. Ребята рассказали о своей работе, поделились новыми проектами. Напомним, что в период пандемии добровольцы помогали в доставке бесплатных продуктовых наборов, оказывали помощь в приобретении лекарств, товаров первой необходимости. Продолжают это делать и сейчас. В центре постоянно идет обучение волонтеров, проходят лекции, тренинги и мастер-классы. Многие добровольцы были награждены памятной медалью за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». 31 декабря в этом году выпадает на четверг. В социальных сетях для жителей республики был проведен опрос, делать ли этот день выходным. И вот результаты. Только за сутки откликнулось более 40 тысяч человек. И больше 90% высказались за то, чтобы 31 декабря был выходным днем. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашской республики. И приняли решение сделать его в Чувашской республике выходным днем. Соответствующее решение будет подписано сегодня. В художественном музее работает выставка художника Геннадия Исаева. Зима в Чувашии представлена удивительными снежными пейзажами. Увидеть такое сейчас – большая редкость. Выставку, посвященную 95-летию художника, готовил его сын Георгий, давний хранитель музея. Он объединил в одном пространстве серии зимних пейзажей. На них родные места. Автор писал их в разные годы, тщательно прорисовывая детали. Деревья, крыши домов, заснеженные улицы. Все, что так мило было его сердцу. Он очень хотел сохранить для потомков ускользающую природу в течение времени. Это, конечно, виды его родной деревни Оксайрна, где он родился. Это деревня Байдеряково, которая вошла уже в село Кугейси. Это виды Кугейси. В конце 60-х, 70-х годах отец проживал в Кугейси. И потому все окрестности Кугейси, Байдеряково – это виды улиц, посаженными деревьями, амбары, постройки. Это колоды с ключевой незамерзающей водой и так далее. Всего на выставке представлено более 100 живописных работ из собрания художественного музея, личного фонда «Семью художника», частных коллекций. Ульяна Питакова, Сергей Копеев, Республика. «Гусли» – перезвон чудесный. В Чебоксарах прошел Всероссийский фестиваль гусляров, посвященный столетию образования Чувашской автономной области. Фестиваль приоткрыл тайну музыкального инструмента Древней Руси – гусли, тысячелетняя история которых окутана мифами и легендами. Например, у многих народов сохранились предания о их чудодействии в звучании, способном исцелять от болезней. Мы рассчитываем на то, что фестиваль сегодняшний также привлечет внимание к богатству, к традициям и культуре нашего народа. И что новое, молодое поколение заинтересуется красотой музыки, красотой исполнения. И в наших музыкальных школах появятся новые ученики, которые захотят обучаться на гуслях. Фестиваль прошел и в онлайн-формате, и на сцене. Гостей принял ДК «Салют». Зрители узнали, что в мире существуют различные виды гусли, и все они звучат по-особенному. Это шлемовидные гусли, вариант наиболее приближенный к древним аналогам, то есть он не столько оркестровый, сколько для таких камерных исполнений, для камерных мероприятий. Он более тихий, но благодаря ему можно понять, наверное, лучшую атмосферу и ранней средневековой музыки. Среди участников фестиваля 50 исполнителей из Москвы – Тулы, Кемерово, Владимира, Мордовии, а также Липецкой, Саратовской и Самарской областей. Поклонников старинного ремесла в стране немало, и такие фестивали помогают гуслярам обмениваться опытом, привлекать внимание к старинному инструменту. Фестиваль оставил у меня очень добрые и хорошие впечатления. Я очень рада, что мне посчастливилось выступить на таком фестивале. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости понедельника 7 декабря. Я прощаюсь с вами. До завтра.